Тебе лучше улететь, иначе в соцсетях увидят, как я надираю тебе задницу. Непрезентабельно. И что, скажет папочка? Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин, и какие у вас отношения с родителями? Сериал познакомит нас с Брэндоном Самсоном. Его отец и мать – супергерои с огромным стажем. А сестра? Сестра – гадкий утенок в семье. Семейство Самсон уже не один десяток лет защищают мир и являются символом справедливости, не нарушая кодекс, созданный отцом. Но вот Брэндон при всем своем желании и тяге к супергеройству пока только постигает его основы. И порой может оступиться и налажать, из-за чего с отцом у него довольно напряженные отношения. Ну вот сможет ли он доказать отцу и в первую очередь себе, что он достоин своих сил, вы узнаете в сериале. Ну а сейчас еще раз. Сериал перенесет нас в 20-е года. Во времена обвала биржи и великого кризиса. Где мы познакомимся с Шелдоном Самсоном. Приветливым светлым парнем, которого постигла беда. Из-за кризиса его отец решает покончить с собой. И на его похоронах происходит что-то странное. Шелдон вырубается и видит в видениях непонятные объекты. И когда он приходит в себя, он буквально начинает бредить этим. Кажется, я нездоров. Кажется, я болен. Из-за чего его брат Уолтер и лучший друг Джош думают, что Шелдон поехал кукухой. Но, как оказывается, кукуха Шелдона в порядке. И они вместе начинают готовить путешествие. А вот куда оно приведет, вы узнаете в сериале Наследие Юпитера. Что ж, начнем по порядку. Сериал основан на одноименном комиксе Марка Миллора, студии Image Comics. Подробнее про этих ребят я рассказывал в обзоре на экранизацию их другого комикса. Неуязвимый. Сам комикс Наследие Юпитера я не читал. И вообще, пока не вышел сериал, не знал о его существовании. Поэтому сравнивать комикс и сериал я не буду. Но сам комикс я нашел, и ссылку на него на русском языке я оставлю в описании. Единственное, что я быстренько пробежался по комиксу и скажу, что в нем нет столько дробления на прошлое и настоящее. И я, конечно, не читал все выпуски, но первый раз мы отправляемся в прошлое в начале первого выпуска. А в следующий раз только в четвертом, также в начале. В сериале же скачки между прошлым и настоящим происходят на постоянной основе. В каждой серии по несколько раз. Благодаря чему есть возможность лучше узнать персонажей. Также должен отметить, что эти переходы отображаются довольно удобно. Сменой формата видео. Вообще, я считаю, что это хорошая идея показывать последствия и что к этим последствиям привело. Хотя они настолько развили эту тему, что мне кажется, можно было и не смешивать две временных линии, а сделать два отдельных коротких сериала. Тем более, по смысловой нагрузке эти два временных разделения разные. Первый вариант с прошлым. Это явно приключенческая история по поиску МакГаффина. А вторая часть с настоящим. Это сериал про семейные дрязги и проблемы личностного принятия. Раздели два этих проекта и, возможно, стало бы лучше. Хотя они и в сочетании смотрятся неплохо. Прекрасно, но может стать еще лучше. Ну а теперь основа. Супергероика. Тут сразу должен предупредить. Это очень нетипичная супергероика. И хоть тут есть и плащи, и цветастые костюмы, и со стороны проект может казаться, но очень детским, это не так. Ребенок на нем явно заскучает. Потому как супергероика тут выступает скорее фоном личностных проблем, а не основным двигателем сюжета. Конечно, тут есть и драки, и экшен. Но этого очень мало. И если я говорю очень, то значит вот прям совсем по минимуму. Порой вообще по очень долгу ничего такого может не быть. Даже в той же Академии Амбрелла в разы больше экшена, чем тут. При том, что Академия сама является нетипичной супергеройкой. За то, чего в наследии много, так это диалогов. Будьте готовы. Но знаете, как ни странно, это тот случай, когда я даже не против отсутствия экшена. Так как ему можно отнести к минусам сериала. Скажем так, он колеблется от очень плохого до приемлемого. Мне сразу вспомнился Сидап с его кризисом. Есть и еще один минус. Но он очень субъективный. Мне просто звездец, как не нравится грим состаривания в сериале. Вот хоть убейте, когда я вижу состаренного Джоша Дюамеля, я сразу вспоминаю клип Дэнс Манки. Как по мне, даже в сверхъестественном, кто бы что ни говорил, грим состаривания Сэма выглядит лучше, чем в наследии Юпитера. Может для кого-то будет приемлемо, но как по мне, для проекта от Нетфликс выглядит очень плохо и дико рушит погружение в сериал. Но, пожалуй, это единственные минусы, которые я заметил в сериале. И я больше чем уверен, что я даже знаю, о чем вы подумали. Раз это Нетфликс, то скорее всего все персонажи ЛГБТ и цвет кожи не соответствуют оригиналу. Насчет цвета кожи не знаю. Как я сказал, комиксы я только проглядывал. А касательно всего остального, что странно для проекта Нетфликса, то сильного упора на современные тренды тут нет. Да, там есть парочка фемоговорок и пара ЛГБТ-моментов, но именно что моментов. То есть нам не тычут на это в упор и не заставляют смотреть, даже если мы не хотим. А просто делают на это оглядку. Своё мнение касательно современных трендов я уже высказывал по всплывашке сверху. Но если вы ярый противник, то можете сильно не переживать. И раз уж вспомнили Седап, то вспомним и DC. Пару отсылок на которых, так же как, к слову, в Неуязвимом, есть и в Наследии Юпитера. Да, я их даже покажу, всё равно как такового спойлера в этом нет. Вот первая отсылка. Осталась поза супергероя. Что? Клиент просит. Это вписывается в ностальгическое дерьмо. Да, для кого-то это просто фото. Но я так думаю, что фанаты Супермена сразу поймут, что к чему. Но если насчёт первой отсылки я ещё уверен, то вот касательно второй не знаю. Задумано ли это как отсылка или у меня просто СПГС? Но интро-сериал очень напомнило мне интро-мульта Лига Справедливости 2001 года. Хотя не отрицаю того, что может мне только кажется. А вы как считаете? С технической стороны про графику я уже говорил. Такое себе. Музыкофоновый середняк. Каких-то особых запоминающихся тем я не услышал. Да и касательно актёров можете не искать особо громких имён. Практически все актёры здесь второго или третьего эшелона. То есть, это же вот этот вот, из вот этого, как там его? То есть, скорее всего, вы видели их в других проектах, и даже скорее всего в нескольких, но не в особо громких. Ну и на этом подведём итог. Наследие Юпитера крайне нетипичный супергеройский проект с огромным уклоном в семейные ценности. И в сравнении с другими проектами практически как таковым отсутствием супергеройского экшена. Хотя определённая часть сериала явно может порадовать любителей мистики и приключений. И не стоит обманываться дурацкими детскими яркими костюмчиками. Так как сериал поднимает далеко не детские вопросы и в целом не лишён жестокости и кровавых моментов. Хоть их и не так много. От себя же добавлю, что, если честно, то я готовился к чему-то другому. К чему-то, скажем так, более супергеройскому. Но как факт, я остался доволен тем, что увидел. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то поставьте свой нетипичный лайк. И оформите супергеройскую подписку на канал. Ну а я же в описании для вас оставлю ссылки, по которым вы при желании можете поддержать канал. Также я оставлю основную информацию о сериале. И ссылки на мой инстаграм, вдруг кому интересно. И группу ВК, в которой мы выкладываем различные новости кино и сериалов. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И увидимся в следующей серии. Пока. Мы не палачи, не лидеры. Мы символ. Люди должны решать за себя сами, Уолтер. Ну и как получается? Редактор субтитр.